МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В детском саду Лисосибирска открыли автогородок. Ребятишки в игровой форме будут изучать правила дорожного движения. Видно, как хозяева вкладывают душу в свой участок. Очень приятно посмотреть на цветы. Разнообразие цветов огромное. 15 дворов с оригинальным дизайном сада и огорода в Минусинске выбирают лучший приусадебный участок. В Шушенском районе идет подготовка к новому учебному году. Проверить, насколько здания учебных заведений соответствуют требованиям и имеется ли там все необходимое для начала образовательного процесса, такова задача специальной межведомственной комиссии. Туда входят представители службы пожарной безопасности, полиции, Роспотреб и Ростехнадзора. Существуют параметры для специалистов при проверке и вынесении решений о готовности школы к приему учеников. Это санитарные нормы, пожарная безопасность, исправность инженерных сетей, а также наличие мебели и учебников. Проверяются пищеблоки и все то, что требуется для нормальной работы образовательного учреждения. Предписания у нас были по школе второй. В основном там предписания по программе антитеррор. Должны устанавливаться там по периметру так называемые камеры видеонаблюдения. Должны быть и фонари стоять по периметру, а территория освещаться. В общем-то, по первой школе те же самые предписания были. Но по первой школе там у нас видеонаблюдение есть, там установили. Ну и территория тоже частично выполнили мы предписания. Роспотребнадзора освещается частично территорией. Работа коллективов по подготовке школ к первому сентября проводится в летние месяцы. Идет ремонт в аудиториях, спортивных залах и туалетах. Все это делают для школьников, чтобы они получали знания в комфортных и, главное, безопасных условиях. Все недостатки, которые будут выявлены, дается у нас время. Почему мы так рано сегодня начали работать? Чтобы было время именно исправить их. И к началу новоучебного года, чтобы никаких проблем начать учебный год не было. В Шарыпово отметили День физкультурника. Торжественная церемония открытия праздника состоялась в спорткомплексе «Сибирь». Работника физической культуры, выдающихся спортсменов города и просто неравнодушных людей, которые внесли большой вклад в развитие спорта в Шарыпово, поздравил глава города Владимир Баршинов и председатель Совета депутатов Анна Осанова, а также гости из краевой столицы. Физкультурное движение, спортивная работа, спортивные достижения для города Шарыпово очень много значат, потому как город молодой, город спортивный, город имеет свои славные традиции в спорте, в физкультурном движении. Сегодня мы честуем тех людей, которые к этому причастны. Мы очень все, шарыповцы, любим спорт, любим здоровый образ жизни, позитивные отношения к жизни. Сегодня праздник спорта – праздник позитивного отношения к жизни. Выдающимся спортсменам вручили благодарственные письма. Заслуженные награды получили и победители спартакиады среди предприятий города. На сегодняшний день в Шарыпово 78 спортивных объектов, в число которых входят спорткомплексы, клубы по месту жительства, стадионы и прочие площадки для занятий спортом. Но, по мнению краевых гостей, для полноценного развития спорта и занятости населения спортивных объектов недостаточно. Нам нужно в будущем депутатному законодательству собрания края продумывать систему поощрения в развитии территорий, развития новых физкультурных учреждений, чтобы людям можно было заниматься не только здесь спортом и физкультурой, но и в других учреждениях, которые будут, это и бассейн, который здесь необходим, это и детские школы спортивные и так далее, чтобы это было удобно для всех, потому что я думаю, что это вот одного корпуса мало. Учить детей безопасному поведению на улицах города в детском саду номер 43 «Журавушка» теперь будут по-новому. Там открыли детский автогородок. Здесь ребятишки смогут в игровой форме усвоить правила дорожного движения. Пока дети выполняют задания с подсказками взрослых, но педагоги уверены, скоро знания, полученные в автогородке, смогут применять самостоятельно. Именно такую цель ставил перед собой коллектив детского сада. Создавая такой городок, мы решили, что проигрывая разные ситуации, ребятишки потом сами уже будут понимать, что значит дорога и как на ней себя вести. С идеей создания автогородка коллектив детского сада обратился в ГАИ. Полицейские откликнулись на просьбу, помогли составить план и нанести разметку. Тут отмечены основные зоны улиц и дорог. Есть тротуары, пешеходный переход, светофоры, сплошная и стоп-линии. Для ребятишек это будет очень полезно. А почему? Потому что уже ребята, когда повзрослеют, и будут уже более самостоятельны, когда в школу будут ходить, и они уже будут правильно ориентироваться на уличной дорожной сети, допустим, где правильно переходить, и в будущем, как правильно ездить, и на велосипедах, и тому подобное. Воспитатели рассказывают, что создание городка – дело незатратное. Знаки из фитофоры сделали сами. Пластиковые домики переоборудовали в игрушечное кафе, больницу и пост ДПС. Ребята еще только осваивают новый город в миниатюре. Но уже понятно, что именно этот уголок в детском саду станет для них любимым. В автогородке красиво, просторно. Можно изучить правила и весело. Буду останавливать тех, кто неправильно переходит дорогу, и буду останавливать водителей, которые превышают скорость на повороте. В сентябре занятия в автогородке станут постоянными и обязательными для всех групп детского сада. В Минусинске выбирают лучший приусадебный участок. В рамках конкурса «Минусинский помидор-2016» эта номинация особо востребована. Комиссия уже оценила 15 дворов с оригинальным дизайном сада и огорода. Домик построили и решила здесь притворить свою мечту. Так сказать, газон всегда хотела. 30 разновидностей хризантем, более 40 кустов гортензии, огромное количество сортов петунии, настоящий ботанический сад во дворе у Елены Толмачёвой. Специально для конкурса клумбы не оформляла. Признаётся, этот цветочный рай – неотъемлемая часть жизни. В этом году на пробу высадила в клумбу вечно цветущую бегонию. Садовница говорит, результат превзошёл все ожидания. Так как я люблю цветы с детства, я решила, естественно, что я здесь тоже буду. Начинаю потихоньку, потихоньку. Вот там вот кусочек земли у мужа, у него стройматериалы, я кусочек земли отвоёвывала, отвоёвывала. И вот ему нравится газон, вот говорит, давай газон сделаем. В этом году на участие в номинации «Лучший приусадебный участок» подали заявки 15 минусинцев. Выбор победителя в этом году предстоит необычайно сложный, так как каждый приусадебный участок удивляет членов жюри своей оригинальностью, богатством фантазии и творческими находками. Видно, как хозяева вкладывают душу в свой участок. Очень приятно посмотреть на цветы. Разнообразие цветов огромное. И есть такие растения, которые в нашей местности не растут, казалось бы. Но ухаживают, вкладывают душу, вкладывают любовь, заботу. И смотришь, растут цветы, растут растения, радуют глаз. По мнению представителей комиссии, эта номинация востребована и лишний раз доказывает, что приусадебный участок для многих жителей – это настоящее поле для творчества, место для реализации фантазий и дизайнерских проектов. Если это самый лучший приусадебный участок, значит, естественно, комиссия смотрит и ландшафтный дизайн этого участка, и огородные плантации там, или просто огородный участок, и зоны отдыха на участке, и ограждения, и дорожки, и каким природным материалом декорирован вот этот участок. Заявку на участие в конкурсе «Минусинский помидор-2016» в номинации «Лучший приусадебный участок» можно подать до 18 августа. Победителей ждут дипломы и памятные подарки. Теплый воскресный день собрал на городском картодроме самых активных. На призыв принять участие в пинтбольном турнире откликнулась в основном молодежь. Впрочем, это не случайно, ведь одним из организаторов этапа чемпионата Сибирского округа по тактическому пинтболу выступил молодежный центр Зеленогорска. Главная цель проведения таких выездных соревнований – популяризация пинтбола в территориях. Мы поддержали эту инициативу, предоставили полностью все вооружение, оборудование, амуницию, сетку, шары. Наш чемпионат рассчитан на то, чтобы притягивать к этому виду спорта людей. Из-за этого мы, наша общественная организация, Федерация тактического пинтбола Красноярского края, и делаем по Красноярскому краю турниры бесплатные. Разбили шатер, поставили настольные игры и даже организовали продажу вкусностей, чтобы в течение дня можно было подкрепить силы. Молодежный центр подошел к мероприятию со всей ответственностью. В итоге турнир собрал несколько профессиональных команд из восточных территорий Красноярского края и много любителей из числа зеленогорцев. На наше приглашение откликнули 17 любительских команд и 4 команды профессиональных. Это говорит о том, что интерес есть к этому виду спорта и интерес немалый. На соревнования пришли ребята, многие из которых до этого ни разу не держали в руках маркер. Специальное пинтбольное оружие для стрельбы шариками с краской. Не случайно перед игрой всех переполняют эмоции. Такие, знаете, боевые, хорошо хочется выиграть прям. Волнение есть? Волнение, да, есть. Но все-таки, ну я второй раз всего лишь играю, но и волнение, да, есть какое-то. В каждой команде по 5 участников. В любительском турнире перед командами стоит задача захватить флаг в центре площадки и доставить на свою базу. На весь бой отводится 3 минуты. Впрочем, многие из поединков заканчиваются очень быстро и без единого выстрела. Сказывается недостаток опыта участников. Анна играла впервые и признается, что все понравилось. К тому же в этом поединке ее команда уверенно победила. Вообще ни разу не выстрелили. Мальчик с командой тащил флаг. Вообще коленки трясутся. До сих пор. Все круто. Соорганизатором турнира выступила профессиональная команда из Зеленогорска 45-й калибр. Ее участники стали идейными вдохновителями соревнований и оказали посильную помощь в их проведении. На моей памяти, я так скажу, это в городе у нас самые массовые игры по пинболу за последние несколько лет, наверное, точно. А за те годы, не могу сказать, по-моему, там вообще не играли. Поэтому, да, я считаю, что цель достигнута. Планочку мы себе поставили и дальше уже ее нельзя будет снижать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова